Оценка соответствия производимой и реализуемой продукции нужна всегда. Сегодня на брифинге в региональной службе коммуникации были озвучены итоги работы областного департамента по защите прав потребителей и Комитета технического регулирования и метрологии. Спикеры отметили, что жалобы от граждан часто касаются сферы розничной и электронной торговли. Особенно часто люди просят возвратить или заменить некачественный товар. В связи с этим специалисты проводят регулярную проверку субъектов бизнеса. Оценка соответствия проводится в целях подтверждения их соответствия, установленных требованием технических регламентов, а также документов по стандартизации. Продукция, не прошедшая обязательную оценку соответствия, может представлять угрозу для здоровья и жизни человека, окружающей среды. К примеру, взять игрушки. При покупке игрушек в основном обращают внимание на цену, на внешний вид, однако не всегда требуют документы, подтверждающие их соответствие. К примеру, из поступивших 726 обращений от граждан были удовлетворены 399. Также правовая помощь и консультация была оказана 284 потребителям. В ходе проверок были выявлены и нарушения. В отношении 11 субъектов был составлен административный протокол и наложен административный штраф на сумму 6 771 765 тенге. Также были отменены две декларации о соответствии на пищевую продукцию. Также в ходе государственного контроля нередко встречаются так называемые серые сертификаты. Это поддельные сертификаты, выданные без проведения обязательных процедур по испытаниям. По сей день актуальными остаются вопросы по поводу возврата товаров, некачественного выполненного ремонта обуви, мебели, техники и прочего. По этим причинам в Департамент по защите прав потребителей поступило порядка 400 жалоб. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».